Сергей, спасибо, Господи, делаю дело большое. Спасибо, Христос, Сергей. Начинайте молитву, Гнатихич. Боже, с милостью будем не грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Достойно есть якова истину, блажите тебе, Богородицу, пресвобоженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину, Серафим. Безысление Бога, Слово, ролишу и сущую, Богородицу, тебя величаем. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресый измертый, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, молитву ради причисты Твоей, Матери, и силы щаснагозу творящего креста, Святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благо и си, ища на днюх и видусь. Аминь. Боже, милостью будни грешному, создав у меня, Господи, помилуй мя. Бесчество я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты везде существуешь и весь мир наполняешь. И источник благ и податель жизни, приди, селись в нас и очисти нас от всякой скверной и спаси влаги души наши. Святой Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети из цели немощи наше имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий, на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоей на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай наноси день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы не веди нас в искушение, но избах нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава в веки. Аминь. Встав после снам, преподавим стопам Твоим благе. И ангельскую письму заглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву им, Богородица, помилуй нас. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву им, Богородица, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется деяние, деяние каждого наружится. Со страха воскликнем в помощь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву им, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Слав после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди без загоней моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твое, разумевать заповеди Твои, исполнять воли Твои. И открою ста, чтобы прославлять Тебе благодарное сердце, воспевать Святейшее имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся к Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю нашему Богу. Ты дивный велик, Ты облечен славой и величием. Ты одеваешься светом, как ризою, Простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горной чертоги Твоей, Делаешь облака Твоей колесницею, Шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, Служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, Не поколеблется она вовеки и веки. Бездную, как одеяние, покрыл Ты ее, На горах стоят воды. От прещения Твоей убегут они, От глаз и грома Твоей быстро уходят. Восходят на горы, низходят долины, На место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, к которому они придут, И не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, Между горами текут воды. Поят всех полевых зверей, Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, И среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, Плодами дел Твоих насыщается земля. Ты превращаешь траву для скота, И зелень на пользу человека, Чтобы произвести землепищу, И вино, которое веселит сердце человека, И лей, от которого блистает лицо его, И хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщается древо Господа, Кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, Ели жилища аисту. Высокие горы, серна, Каменные утесы, убежище зайца. Он сотворил луну для указания времен, Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во времени ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче, И просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются, И ложатся в свои лаговища. Выходит человек на дело свое, И на работу свою до вечера. Как многочисленные дела твои, Господи. Все соделатый премудро, Земля полна произведений твоих. Это море великое пространное, Там присмыкающиеся, которым нет числа, Животные малые с большими. Там плавают корабли, Там этот лево фан, Которого ты сотворил играть в нем. Все не от тебя ожидают, Да нет. Чтобы ты дал им пищу, Их свое время. Даешь им, принимают, Отверзаешь руку твою, насыщается благом. Скроешь лицо твое, метутся, Отнимешь дух их, умирает, И в персть свою возвращается. Пошлешь дух твой, Зазидаются, И ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава в веки, Да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, И она трясется, Прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, Буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна Ему петь моя, Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники земли, И беззаконных да не будет более. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя, слава. Слава Сыну и Святому Духу и ныне и всегда, И во веки и веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, Ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мой недостойный устав, восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Остав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадаю к стопам Твои, и вызываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжаться надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего при Тобу и на молитве. И после сна ночного пошли неясны, безгреховный день Христи блужи, и спаси меня. Владыка, человеколюбче встав, после сна я спешу к Тебе, и по милосердию Твою принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и ведю, царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. Я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, а рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего. Подостой мне присвяти Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божий сил бесплотных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долг земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам про грешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольной и невольной. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его. Да найдет он нас нележащими и сонными, но водорствующими и поднявшимися, восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовим войти с Него в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость велищих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творения в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный блестимой бедной души и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, и выведя на путь спасения. У Вас святой Ангел Божий, покровитель и хранитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. И если я чем согрешил в настоящий, прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господа, чтобы Он твердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного несчастного, нарабатывая уныние, забвение, неразумие, нерадение, всескверные, лукавые, хульные повышления от несчастного моего сердца, помолоченного мамы его. Гаси плавень страстей моих, ибо я нищий слаб, избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерения, соболи от всякого злого воздействия. Вот и благословена от всех родов, и Твоё пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, Наталья, Ольга, Алексей, Анатолий, Андрей, Екатерина, Надежда, Янис, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты среди жён, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих. Благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка Акима, родителей, братьев, сестёр, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих, всех православных христиан. Подарим Твои земные и небесные блага. Не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силой Твои дары, на здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Благослови, Господи, это начатое дело с музеем. Благослови Татьяну, мужа ее Олега, исцелед, пьянство. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей, братьев, сестёр, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи вольные и невольные, дары им Царствия небесные. Со святыми и упокой Христи, души рабов Твоих, праотцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородица, всегда блаженной и пренепорочной Матерь Бога Нашего. Мы величаем Тебя, как истинно, Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойной большей почести, чем Херувины, несравненно славнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами и прочистой Твоей Матери, преподобной Богоносных Отцов Наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Помилуй сына моего, Константина, направь его на путь истинный набра. Пошли в него крепкую веру, сделай его добрым христианином и полезным человеком. Аминь. Продолжайте, Игнатий. Спасибо, Господи, Божьему, Саму, Рухову, родителей, родников, благоденников, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Генемина Агафангела, Диамида Тихона, Антония, Ищен Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засимова, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и навигдающим священникам, если угодно тебе. Смири власть и воинствуй, наведи страху и на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Нарсултана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас сценить это мирное время, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить, дарованное тобою таланты, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха. Сохрани и защити нас здесь, и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, и Владимира, обрати на путь покаяния. Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, пришли добрых жителей, знающих слово Твое, любящих уставы Твои с детьми, и сохрани школу. Спаси помилую Семьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Ищадову, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектина, и расширку Елу в общем. Семьянского благовестия Найди новую душу. Спаси и помилуй Надежду, Валентина, Екатерину, всех помогавших нам путешественников, Павла, Зинаиду, Людмилу, Надежду, Слава Тебе, Боже Наша, Слава Тебе, Благослови Анастасию, Наталью, Евгению, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Елду, Екатерину, Екатерину, Галину, Сергею, 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 Александру, Александру, Благослови Благодетели Наших, Воздаем добром, Благослови Благодетели Наших, Воздаем добром, Елену, Мизумилу, Мизумилу, Евгению, Наталью, Надежду, Заграду, Юрия, Светлана, И от пьянства избавляю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, И все наше родство на идеи обратить, И в Дакию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, И Романа избавляю, Духов жизнь и упрямство. Благослови Господи Виталия, И найди родителей Виктора и Людмилу, Откройся им, Даруй духовное рождение, Никита. И от пьянства избавляю Господь, Потонувши в этом грехе, От этого Олега найди, Обрати, Татьяну, Тамару, Желающих помочь нам по музею. Аминь, Господи. Посети болящих, Дай силу крепости, Перевести страдания, И пошли мы с целью. Валерия, Иларию, Кирилла, Благослови, Владимира, Татьяну, 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 Анастасия, И Анилу, Александру, Анну. Благодарю Тебя, Господи, За друзей, За врагов, За здоровье, За болезни, Ибо по Твоему благоволению, Все в свое время, Окажется на пользу. Слава Тебе, Обрати Господи, И найди Всех Благословей, Путешествующих, Равица, Льва, Виталия, Лидия, Аллилуйя. Будем иметься с днем, Владыкой. И сохрани наше сокровище В интернете и книги Здесь и в пути И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Викторе, Сергея, Сергея, Помогающих, Андрея, Андрея, Вячеслава, Дмитрия, Игоря. Помилуй нас, Господи. Слыши наши молитвы От растящих помощи И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симону, Леонтию. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. И святая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами своими, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешным. Слава Тебе, Наш Бог и Его, Вавва, Отче. Свят, Свят, Свят Господь Саваок, Вся земля полна славы, И Валилуя. Слава Вышних Богу, На земле мир, В человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господь, За тот день, В который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобой, И ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, За день, В который дал мне Святую Библию, И указал на толкование Святых Отцов И на каноны Церкви, Как на истину. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога, И мне грешен. Благодарю Тебя, Мой ангел, За прошедшую ночь, И столько лет Ты хранил И защищал От видимых И невидимых Опасностей. Не покинешь Смертный час, Когда душа Будет разлучаться От тела, И проведи душу Мою помыкарством, И веди Я навеки В вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, Христитель, Предтеща Христов, Моли Бога о нас. Научи нас, Господи, Жители бедности. Имея пропитание И одежду, Быть благочестивым И довольным. Никогда не роптать, Никому не завидовать, Быть во всем экономным. И каждому дару Жилье Сергея Гавриева. Святитель Христов Никола, Мерликийский, Чудотворец, Скорый помощник в бедах. Моли Бога о нас. Молите Бога о нас. Святые пророки Божии. Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Иоавель, Но Иосиф, Патриархи, Езранееми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Даниил, Отрехи, Пророк, Михея, Врам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, Дабы день прихода Твоего нашего отшествия Не застав нас не готовыми, Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, С горящими светильниками Истинной веры И сосудами полными Илея добрых дел, Соделанных в Духе Святом С любовью, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Молите Бога о нас, Святые ангелы, Архангелы, Херувимы и Серафимы, Все небесные силы К престолу Божию Предстоящие Апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфей и Марк, Лука и Иоанн, Да укрепить Господь И сохранить нас, Чтобы в вере не поколебались, И заповеди Твои Исполнялись Помилуй нас, Господи, Помилуй нас Святые мученики-мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарпс, Минский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей Стротелан, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анпинник, Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Денамин и Осипа Бориса, Молите Бога о нас, Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя, Анфима, Вениамин и Дай Веру, Усташи родители, Заложенные воспитания. Молите Бога о нас, Святые отцы и Василия Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасия Великий, Крем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнили, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Анкаренштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Все перевозчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь Святой православной вере, А замыслы ретиков, Разрушив нечто преврати И обрати их на путь истины. Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Ихекла первомущины, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепепе, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юрия, Екатерина, Рустина, Годарует Господь Нашу молитву, Возьянь о руках, Жертву вечернюю, Благолухание приятное, Перед Престолом благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящих Тебе на небе и на земле, Господи, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Дивиный Господь, Любящий Отец наш Небесный, Прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, И помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушайте, Да слышит раб Твой, Дивиный Господь, Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначаль и празднословия, Сребролюбия, Не дашь. Душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение и любви, Даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, Даруй мне зрите Моя прегрешение, И не осуждайте брата моего, Яко благословен, Ииси, Могите декор. Аминь. Боже, Ощисти меня грешным, Помилуй меня, Господи, Слава Тебе, Милосердная, Хвала Тебе, Наш Господь, Прости мои согрешения, Вольные и невольные, В уме и в помышлении, В воде и в ночи, И во все дни жизни нашей, Ибо Ты благо, Человек колюбий, Аллилуйя, Спаси и сохрани, И благослови. Хвала Тебя, Отец, Сынный и Святой, Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначалья, Празнословия, Серебролюбия, Не дожми. Душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение и любви, Даруй мне рабу Твоему, И, Господи, Царю, Даруй мне зрите Моя прегрешение, И не осуждайте Брата моего, Яхо благословенности Во веки веков, Аминь. Болящего Игоря, Помилуй, Спаси и сохрани, Аллилуйя. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, Доброе утро. Доброе. Что вы там надумали-то? Хотели что-то утром там задать. Я маленько ночью читал, Тут не заладилось у меня что-то с компьютером. Ну, давайте. Что хотели узнать? Я вашу переписку-то наблюдаю, Вижу. Вы говорили о том, Как свято прожить день. Говорили? Игнатий Тихонович, Там такой вопрос. Может быть, Игнатий Тихонович Освятит в своем утреннем Напутстве Тему жизнь христианина. Как определить, Церкви ли ты Или делаешь вид, Сам себя обманываешь? Точно, точно. Молодец. Ну, так это все отвечено. Я не буду здесь Добавлять ничего. Кто там есть? Сергей Павлович, Заряди. Метрополит Григорий Материал такой, Да, революционный. Как свято прожить день? В этом ответ. Мне так не сказать. Володя тут как-то Переписывал там Или что, Я не знаю. Как свято прожить Один день. Метрополит Григорий. Свято прожить Один день. И будем считать сейчас. Кое-где я буду Останавливать, Может быть. Есть такое выражение, Говорит, Лучше книжная мудрость, Чем самобытная глупость. Алексей этого Хотел там интервью Брать в шахматы. Господи, помяни, Устрой все, Как тебе угодно. Ну, нашел, наверное. Вот оно и есть. Начинай покрупнее, Да и считать начинай. Может кто-то вызовется Охотой считать, А то сам считай. Сокращение. А, ну ладно, сокращение. Чтобы не обманывать себя. Ты вот проверишь по этому. Яков это хорошо говорит. Ты покажи мне Веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру Из дел моих. И все. А то боятся, Когда скажешь, Что Господь так-то тебя благословил. Господь благословил-то. А человек что ерится-то? А потому что Его начинает совесть мучить. Он не может этого сделать. Вот нападают, У нас там где-то не так. Ну, не так, не так. Ну, согласен, не так. Ну, ты-то покажи, что так. Вот не так у меня В детском лагере. Ну, не так. Ну, тысячи детей Побыли. Это что, мимо? Вчера мы С Сергеем Павловичем ездили С Пупковым. Ну, время-то идет. Скоро уже Лето будет. Ну, и с одного места в другое С краевой администрации Там с одним человеком Познакомить. Хотели он там Какие-то дела имеет По музеям. Музей. Потому что лагерь Тот, который был у нас Уже Три года Будет Закрытый. Закрытые А старения остались. Из них решили Сделать музей. Музей. Показать, Как это делается. Без помощи государства. 45 лет В среднем Было у нас В те годы 108-109 человек Ни я Как начальник И основатель Ни обслуга Волонтеры Никто нигде Не получил Ни рубля Если бывало Которые дети У родителей Там Достатки были Платили где-то Ну, все Мы же молоко Покупаем Там Все у нас есть Все брали Там Ну, вот об этом И говорим Что начинай делать Своё Покажи какой-то Лагерь Набери детей Позаботься За 45 лет Ни один Не заболел Раз Ни один Не отравился Два Ни один Не утонул Три Ни один Не сгорел Четыре То, что Во многих местах Это делается Камеру поправьте Игнать Тихонечка Или выпрямитесь Вы падаете Правда Ну, вот это не очень У меня тут дается Она так Такое у меня уже есть Весь экран-то не наклонишь Ну, так, ладно Вот такое дело Ну, не так в деревне Там, то, другое Ну, выбор-то хороший 21 тысяча Это устаревшие данные Сегодня должно быть уже До 30 тысяч Погубленных сел Ну, и Бери участок Этот Получи землю Официально Набери людей Составь устав Вот у вас строго Нельзя там То, другое Ну, ты напиши Другой устав Ну, еще роптать-то Вот у нас написано Человек не должен лгать Пить, курить Материться Воровать Ну, а ты напиши Можно лгать Можно пить Можно курить Можно материться И можно воровать То есть Против чего Бунтуешь-то Ну, устав у нас 40 пунктов Указали Там, горючее не разливать Беречь природу А ты напиши Лейте везде бензин Все Отравляйте И будем жить хорошо Ну, еще Все время Недовольные А что недовольные-то? Чем недовольные-то? Это наш устав А в какой имеете право Запрещать? Да никакого мы права не имеем Мы написали устав И 27 лет Господь хранит Нахально приедут люди Поселиться Не приехали Не поселились То есть охота ему Чтобы кто-то был разрушитель Нет этого И были такие Которые приезжали Вот даже И пояс не хочет носить Все у него Нормальный Близкий Даже родственник А пояс Или бороду подрезает Ну, естественно Мы беседовали Все Пояс носит Бороду не трогает Мужчина один был Его никто не тянул за язык Он все сказал У меня денег Я построюсь Найму Ну, все Молодец Но, говорит Я матерюсь Ну, мы говорим У нас нельзя Ну, и поэтому Он не стал даже Искушать себя Ну, а если бы он поселился Ну, опять же Мы откуда знаем-то все Мы молились Он один будет Никакого общения С ним не будет Это определенно Меня никто не заставит Общаться с ним А зачем? Сквернавис И он Так, а были Какой-то пьяницы Да, были Здесь пришлось Собрание проводить Два человека За пьянку были Выпровожены Из Потеряевки Вот и все Помолились И они выехали Ну, а были такие Которые там Пакости творили Был такой Он Геройствует там И Крестный ход Вокруг сделали Его как метлой Кто ударил Он вылетел оттуда Было это все У нас все-таки 27 лет позади Это не два года Вот так Ну, а остальное Еще храм построил У нас плохо Найди храм Срисуй картинку С него Ну и сделай Тебе надо купол Купол сделай Там все На новом месте Только все Зарегистрировать надо Электричество проведи Чтобы учителя Были верующие Ну и все Что Или не верующие Там с нами Это не согласен Значит, надо наоборот Тогда наоборот И будет За детьми не смотреть А у нас За детьми смотреть Как будто все дети мои Вот такое Где скотина будет Пастись Как заготавливать Какая техника Это все Надо думать Воображение должно быть Развито Если ты Ты начинаешь Ты выходят Там не последний Вот И Название деревни Этой дай Улицам дай название Чтобы это было утверждено Законным путем В отделе регистрации района Края Вот у нас улица Называется улица Она одна пока Улица Марии Лапкиной Нашей матери Я написал письмо Она мать героини Родившая Воспитавшая Десять детей А было двенадцать Десять детей Она в числе первых Приехала в Потеряевку Тут она прожила Жизнь свою Муж ее То есть наш отец Тихон Дмитриевич Инвалид отечественной войны Второй группы Руки нету Три брата у ней Макарик Филарет Эммануил Ушли на фронт Все погибли Но мы даем знать В честь кого называть Ну называют там Зоя Космодемьянская Мы решили вот так Нам говорили Вы не называйте Потеряевку Назовите Лапкино Мы говорим нет Мы деревню не строим На новом месте А восстанавливаем А раз восстанавливаем Что? Потеряевку Будет Потеряевка Мы не пошли на это Но улицу назвать Потеряевки эти улицы Не назывались никак Новостройка Там название не было А тут прямо На домах написано Улица Марии Лапкиной Вот так Ну вот я говорю Кто недоволен Да что роптать Это ничего не даст Чтобы завози Строй Там пятиэтажные дома Ну ты можешь делать У нас Игорь Глушков Приехал Сыропятого там Деревня такая была Приехал мужик Сейчас я не знаю сколько Ну не меньше тридцати Только грузовиков у него было своих Он покупал или где Дома стали строить Двухэтажные Все рассыпалось Никого нету Все заброшено Уехали Что начали пить Курить Блудить И все рассыпалось А у нас стержень Главное это Православная вера К нам приезжает Митрополит Служит Ну тебе не надо там Сделать чтобы в гости Приезжал к тебе Какой-нибудь рекетир Там или Ну какой-нибудь Пахан Вор в законе Там Ну еще что-нибудь Сделай там Водку гнать начните Раз с нами То не согласен Так ты напротив Что делай Пока никого нету Поэтому видим что Напрасные люди Где ропщат у них ничего нету Нету А уставы наши хорошие Вот даже спрашивают А вот женщины В брюках у вас храма Вы выводите или нет Я говорю Никогда этого не делаем Мы не выводим Да как же Так мы их не запускаем И выводить некого Она еще из машины не вылез Да ее предупреждает По деревне ходить нельзя В мужской одежде Ей юбку принесут Или она в машину Обратно скроется А другой не будет подчиняться Ну не будет подчиняться Видно будет Вот приехали там Пьяные-то живо А там цыгане приехали Ну было такое Сразу звонок Дали в сельсовет Сразу милиция приехала Все разбазарились Нет, брат? Потому что мы официально К нам электрический ток Подведен В школе Интернет И по домам интернет Есть И учат И музыкальные инструменты И иностранный язык Все это В крохотном Малом количестве Но именно Вот по уставу Так и идет Дети Идут Приветствуются Христос Воскрес Или Там С праздником Рождества И прочее Вот Роптать не надо Ну давайте Дальше Считать будем Так Мы читаем Книгу Митрополита Григория Постникова День святой жизни Да Сокращений Сочинений Митрополита Григория Прочитай Сергей Сначала Вот так Как вести себя По утру Как вести себя В отношении К Господу Богу Как вести себя В отношении К другим людям Как вести себя В обыкновенных Положениях Жизни Вот когда ты Все это будешь знать Сейчас прочитаем дальше И видно будет Что ты обманываешь Или не обманываешь Бога Только думаешь Что веруешь Или нет И дальше Как вести себя В счастье Как вести себя В несчастье Как вести себя При богатстве Как вести себя При бедности Как поступать Когда нас хвалят Как вести себя Когда нас порицают Как вести себя В болезни Как охранять себя От вредного действия Худых примером Как вести себя При занятиях Житейскими делами Как вести себя Вот один день, и ты увидишь, что ты не фальшивый христианин, настоящий. Пошли. Христианину и жить нужно по-христиански, чтобы получить спасение, иначе он должен погибнуть навеки. Спросишь же мне, спросишь, как же мне жить свято? Предлагаю тебе краткий, но верный ответ на твой добрый и спасительный вопрос. Как вести себя поутру? Поутру веди себя следующим образом. Проснувшись, прежде всего, старайся обратить свои мысли к Господу Богу с каким-нибудь сердечным взыванием, например. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Всемилостивый! И так далее, и тому подобное. Если в то время, когда проснешься, пора тебе вставать, то без всякого замедления, делая на себе крестное знамение, говори во имя Отца и Сына и Святого Духа, а потом Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И в то же время вставай с постели. Вставши с постели, немедленно умойся, а умывшись, немедленно же оденься, так как должно быть одетым человеку степенному, и точно же стань предсвятыми иконами для совершения утренних молитв. Если умеешь читать, читай положенные Святой Церковью утренние молитвы. Умеешь читать, выучи наизусть, по крайней мере, начальные и утренние молитвы, особенно же молитву Господню, Отче наш. Можешь молиться и своими словами, но в этих молитвах непременно и внимательно наблюдаю следующее. А. Благодари Господа Бога за то, что Он в прошедшую ночь сохранил твою жизнь. Благодари Господа Бога за другие полученные и получаемые тобой от Него благодеяния. Благодари Господа Бога за то, что Он даровал тебе все средства ко спасению. Благодари Господа Бога за укрепление твоих телесных сил для занятий нужными делами. Сели душою молись, чтобы Господь простил тебе твои бесчисленные грехи. Молись, чтобы Господь даровал тебе твердую волю, постоянную и вполне принадлежать Ему. Старайся осмотреть, что ты будешь делать в продолжении наступающего дня, с кем будешь вместе, какие, когда и где могут встретиться с тобой случаи к греху или случаи к добру. Всякое утро весьма нужно обдумать, как нужно вооружиться против греха и как расположиться к добру. Как осмотревши и отдумавши все нужное к охранению от греха и удержанию себя в богоугодной жизни, снова молись в своем сердце Господу Богу, чтобы Он укрепил твою волю, твои силы и не попустил тебе ослабеть, как ты весьма часто ослабевал прежде. Всякое утро, провождая в такой молитве, всякое утро принимать такое намерение и делать такую предусмотрительность, всякое утро занимайся святым направлением души своей. Крайне дорожи всяким утром, будь умен, а проведение умного, как описывает Дух Божий, сердце свое вдаст утреневать и ко Господу сотворившему Его и пред Вышним помолиться. Сирахов 39.6 После такой молитвы сядь и в благоговение к Господу Богу, неспешно и основательно обмыслить, как тебе в продолжении наступающего дня должно вести себя в отношении к Господу Богу, к ближним и к твоему собственному состоянию на всем свете. Возможно, старайся всякое утро напоминать себе свои духовные обязанности и как они возложены на тебя Господом Богом и снова принимать твердое намерение тотчас и усерднее исполнять их. А. Как вести себя в отношении к Господу Богу? Ответ на этот вопрос дал сам Господь наш Иисус Христос, когда сказал «Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, и всей крепости твоей, и всем помышлениям твоим». Любить так Бога значит быть неизменно приверженным к Богу всесердечно, вседушевно, то есть всей силой и полнотой любви, какая возможна для человеческого сердца, не разделяя нашей любви в той же мере ни с каким иным существом, как оно ни было бы для нас любезно. Нужно и дорого. Любить Бога от всего сердца, от всей души, всей крепостью, всем помышлением значит «мыслить всего чаще и охотнее о Боге, и о том, что угодно Богу». Любить Бога от всего сердца значит «всего чаще, дольше и охотнее говорить о Господе Боге». Любить Бога от всего сердца значит «всевозможно стараться узнавать волю Божию или то, что приятно Богу и что противно Ему». А потом «всего охотнее, усерднее и радостнее делать то, что приятно Господу Богу». И «всего внимательнее и заботливее удаляться от того, что Ему противно. Хотя бы это требовало от нас великого самопожертвования». Любить Бога всем сердцем значит «всевусердно прославляй Господа Бога» и всеми силами стараться прекращать и предотвращать все, что вредит Его славе. Всего это требует самая природа наша, ибо таково вообще свойство нашей любви, что кого мы сердечно любим, тот непрестанно у нас в мыслях. О том говорим всего чаще, долее и охотнее. Того волю всевозможно стараемся узнать, и со всем усердием и удовольствием исполнять ее, как ни было бы для нас трудное исполнение и я. Того везде хвалим, и при всяком неприятном отзыве о любимом нами всемирно стараемся защитить честь любимого и его доброе имя. Такова должна быть наша любовь ко Господу Богу, и Господь Бог совершенно, вполне достоин, чтобы мы любили Его всею полнотой нашей любви. Ибо, а, Бог есть высочайшая, неописанная красота, красота всех красот, существо всесовершенное, а мы по природе, естественно, любим все прекрасное, все совершенное. Как же не любить Бога всей полнотой нашей любви? Б, Бог даровал нам жизнь и все нужное не только для нашей жизни, но и для нашего удовольствия. Он непрестанно нам благодетельствует, а мы по природе любим своих благодетелей. Даже животные любят своих благодетелей. Как же нам не любить Бога всей душой и всем сердцем? Б, Бог сам в себе есть любовь. Нет существа, которое бы любило нас более, чем Господь Бог, который и Сына Своего Единородного не пощадил для нас. А мы и по природе, естественно, всегда любим того, кто нас любит. Поэтому любить Бога всем сердцем и всей душой должно быть самой первой потребностью сердца всякого человека. Тем более, что любовь есть чувство для всех нас самое приятное. Оскудение же в нашей душе любви к Богу есть самое несносное из всех зол. Сказал святитель Василий Великий. Б, как вести себя в отношении к другим людям? И на этот вопрос ответ дал сам Господь, когда сказал, «Возлюби ближнего своего, яко самого себя». Лука 10, 27. И вообще Господь Иисус Христос весьма настоятельно требует от нас любви друг к другу. И вот очень много тут мест священного писания. Зачитывать, Игнатий? Конечно, зачитывать, конечно. Нет, не зачитывать, а название. Название только, название, которое там написано. Верни назад. Иоанна 15, 12, 17 стих, Иоанна 13, 34, 1 Петра 2, 2, 1 Иоанна 4, 7, 3, 11, 23 стих. Второе послание, Иоанна 1, глава 5 стих. Ифисянам послание святого апостола Павла 5, глава 2, стих. Фессалоникийцам, Салунь. Первое послание Фессалоникийцам, 4, 9, послание Якова 2, 8. Мера этой любви ясно определил сам же Господь, когда сказал, «Вся, уба и лекающих, хощите, да творят вам человечцы, так и вы творите им». Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Матфея 7, 12. Ну, неужели трудно по-русски написать, а? Никакой любви тут, но лицемерия. Итак, исполняю следующее. Ты желаешь себе благополучия. Желай же благополучия и всякому твоему ближнему. Тебе неприятно, когда отзываются о тебе худо. Не отзывайся же и сам худо ни о ком. Тебе приятно, когда о тебе отзываются хорошо. Отзывайся же и ты хорошо о всяком ближнем. Ну, а Игнать Тихич, ну а как о ближнем отзываться хорошо, если он худо себя ведет? Стой, аллилуйя. Так, спроси еще раз. Вот пишет. Тебе приятно, когда о тебе отзываются хорошо. Отзывайся же и ты хорошо о всяком ближнем. Ну, а если этот ближний худо себя ведет, как о нем хорошо отзываться будет? Ну, давай конкретно сейчас поговорим. Вот ты сейчас прочитал там, где написано по-церковно-славянски и сказал лицемерие одно. Сказал? Сказал. А кому ты эти слова отнес? Ну, тем, кто вот этот сайт создавал. Неужели... К умершему, к митрополиту Григорию. А ты сам-то одно предложение не мог. Елика, да не елика, елика. Ну, можно было хотя бы вот это-то научиться. Это же не чужое. Да мне зачем этому учиться, когда все уже переведено? Вот и все. Вот это и есть. Это же не по-японски написано-то. Ну, уже оно написано. Вот Златоуз, 12 томов я насчитывал. Все места Святой Библии принято так у них было, чтобы не исказить. По-церковному славянскому. А у меня магнитофоны крутятся. Запись я не могу останавливать. И я их... Называется чтение по диагонали. По диагонали глазами ухватываю. И сколько в 12 томах встречается. Ну, это тысячи раз. Тысячи стихов на память пришлось переводить. На ходу магнитофоны крутятся, записывают. И не сказал ни разу, что ах они лицемеры, то другое. Это было бычей. Вот. Мы теперь знаем это, что неправильно, то другое. Но сразу говорите лицемеры. Вот тебе, пожалуйста. А вот тебе и в ответ ты лицемер. И в чем же я лицемер? Да в том, что ты мог бы выучить-то два слова-то. Елика. Зачем? Елика. Ну, ударение-то можно сделать-то. Больше или большим. Большим или большим. Ну, это можно. Дальше. Мне зачем, как раки, катиться-то? Сами же стихотворение это писали. И сами же... Ну, давай, давай, давай. Тебя книга уже в руках. Тут написано так. И ты мог бы, глядя на это, по-русски перевести. Там указано место писания. Значит, не знаешь писания? Лицемер. Вот и весь ответ. Писание я знаю. Ты не обижайся только. Ну, тут написано. Только написано. Ты так же тоже отзываешься о нем. Ну, там написано. Лука 1027. Ты глазами-то мог хватить? Возьми ближнюю. Ага. Ну, и все понятно. Как хотите, чтобы выступали с вами, так вы поступайте с ними. Ты не стал переводить. Почему? Не знаешь. Вот в чем дело-то. Прямо на ходу сразу и видим, как мы, вот, говорит, выляпались в это. Да мне и знать этот перевод не надо, Игнать Дикторович. Ну, ладно, ладно, ладно. Ладно. Я и не буду этой ерундой заниматься, лицемерие. Это все уже приведено. Так, подожди. Я же тебе не враг. Там... Конечно, не враг, но... Слова... Умный знает. Умный знает и спросит. А глупый и не знает, и не спросит. Это пословица такая-то. Вот ты смотришь. Еще повторяю. Тысячи мест. Я на Таус о том-то. Это 850 страниц, может быть, в книге-то. И в каждой проповеди в следующем 30 приводят мест писания. Все до одной пришлось мне засчитывать, глядя, что тут написано, на память. Ну и что? Почему я должен знать, а Пупков не должен знать? А потом еще и гордебащица начнет возноситься. Но ты не обижайся, я шутейно говорю. Вот и все. Так и вы творите. Вот так и ты с ними поступаете. Творите поступать. Что тут? То есть не знаешь наизусть писания. И с этим должен согласиться. И вот и получилось, что лицемерты. Руфроликов-то где? Помоги вон там, Роман. Где он? Ну ладно. Ты победил. Пошли дальше. Вопрос у меня был. Давай. Ушли ответы. Давай. Взбили уже с этим мертвым языком. Уже нянчитесь, мучить. Да ладно, уже аппетит только, чтобы не пропал. Основать его мертвым и защищайте этот язык, Игнать Тихонович. Кто из нас лицемерты? Ну кто? Куда я остается? Больше некого. Серьезно Радоневска. Кто дрова колонит? Никого нету. Все заняты. Кто по воду пойдет? Занят. Он говорит, один я свободный. И пошел. Игумен. Меру этой любви ясно определил же сам Господь, когда сказал. Матфея 7, 12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Ну тут он не говорит законы пророки. До этого места только считать надо. Тут не добавляй. Дальше. Ну как не добавляй? Вот я перевел 7, 7, 12. Еще раз говорю, он-то не привел эти слова-то. Ну что ты, Сергей, ну ни на чем ты трепешься-то. Вот представь себе, Феодосий. Привел. Выслушай внимательно пока. Феодосий. Ему ехать там, за ним послали. А он не знает, кто такой. А кучер-то. А он вышел. Такое на нем все это старенькое, ветхое. Ну и карета-то на одного человека как бы ехать-то. А он тогда и говорит ему, кучер-то, а ты пересядь на лошадь. На лошади верхом ехать-то. Он говорит, хорошо, залез. Естественно, ну так было, едут-то. А люди расцветало, когда кланяются. Он думает, что они мне кланяются? Кучер-то. Он и не понял, что кланяются-то не ему, а тому, кто там сидит. А его люди узнали. Вот получилось так, а тот сидит спокойно. Вот кто из нас на коне сидит, где юмора, если нету, то беда. Это неприятно, старообрядец. А у старообрядцев нет юмора намертво, ни одного. Самое хорошее, которое может превратить интересное, они никогда не скажут. Вот представь, даешь и пищу во благовремени, и считаем, когда за стол садимся. И вот пустынник, это монах идет по пустыне, а навстречу лев. И он поднял руки и скорее начал молиться. Господи, да положи ему на сердце, чтобы как человек был. А лев поднял лапы, благодарю тебе, Господи, что обед мне вовремя подал. Вот это не старообрядец, это нет. Вот сегодня тоже такое я просчитал, ну и юмор просто такой блещущий, интересный. И никакого вреда в этом нету. Вот она идет и жалуется. Идет, он под руку ведет его пьяного. Да, молодая была и слепая, и глухая. То есть за дурака вышла, пьет. Он, Валюша, благодари Бога, от каких болезней я тебя избавил. От слепоты и глухоты. Ей говорили, не ходи за пьяницей. Говорит, мать говорила, ты намочишься с ним? Да нет, он на гармошке хорошо играет и пляшет. Вот она ему говорит, я была и слепая, и глухая. Он говорит, а я тебя исцелил от этого. Несет невесту на первом этаже, на пятый этаж. А она ему сразу, Ваня, все равно мы уже расписались. Можно я тебя сразу на шею перелезу? Поехали дальше. Итак, исполняй следующее. Ты желаешь себе благополучия. Желай же благополучия и всякому ближнему твоему. Вот, Василию Николаевичу Черепанову и желай. Поехали. Тебе неприятно, когда отзываются, а тебе худо. Не отзывайся же, и сам худо ни о ком. О, а ты на митрополита уже умершего, сказал лицемер. Лицемер ты, давай. Не на митрополита, что вы передергиваете. А на тех, кто составлял этот сайт, азбука. О, вот, ну у нас бы этого не было. Неужели я сказал, зачем это мертвый человек писать-то? Сергей, тогда еще, верно от вас, еще больше. Зачем они вставят бабок, которые не знают этот мертвый церковнославянский язык? А вы еще заставляете этот язык мертвый учить. Лицемер, митрополита, теперь ты захватываешь уже в обвинениях всех, которые сохранили. А в то время русского языка-то это не было. Язык-то появился уже со времен Пушкина только. Ты почитай стихи Сумарокова, Державина. Вот тут даже как будто другой язык совершенно. Но почему вы в своих книгах не писали все места на церковнославянском? Зачем же из-за пятки пятиться будут, когда уже есть? Так вот, вы не пятитесь, а эти пятятся, я должен молчать. Ладно, ладно, я тебя целую и глажу по головке, давай дальше. О любви говорят, а... Я лицемер тогда, все, поехали дальше. Я тебя побуждаю к высшему уровню-то, чтобы наизусть знал это, глядя, о чем пишется-то, что ты не понял-то? Да нет, тихо-вы. Тебе приятно, когда о тебе отзываются хорошо. Очень так. Отзывайся же и ты хорошо о всяком ближнем. Вот. Не согласен вообще. Вот Григорий вот этот-то. Бухай вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Да, о всех не надо, о ближнем, который... Добро, найди у них. Есть такая... Как не говорить хорошо о всяком ближнем, если он худо творит? Вопрос это. Ну, обожди, худо творит-то. Ну, в данный момент-то зачем худо это брать-то? Говорят, вот, и Господь с учениками идет, а рядом где-то там валяется собака, сдохла. Ну, твоя собака. Ну, и все говорят, ой, там, какая худобина, как он ее держал. А Господь говорит, какие у ней красивые белые зубы. О! Ты о человеке, найди у него, если возможно найти. О ближнем, говорится, не о враге. Здесь говорится, ты не о враге, а который тебе ближний. Ну, и, может, ближнего тоже, говорится, найти что-то плохое. Мне вот пишут где-то, вот, все время-то, вы, ты же приходил, горку делали-то. А там один у вас жирный мужик, говорит, он только полицай настоящий. Он вам всю репутацию портит-то, не работает, а детей там охламоны всякое обзывает-то. Что это такое? Какие вы христиане? Почему вы терпите на меня, этого пузатого, жирного-то мужика? О ком это они так говорят? Не надо ее называть. Но, однако, человек себе биографию сам пишет. Понятно? А чтобы не говорили, что нужно сбросить лишний вес. А там и врачи говорили, что ты не выздоровеешь, пока лишнее полцентера не сбросишь с себя. Вот и все. Поехали. Особенно же остерегайся клеветы на ближнего. И сам не клевещи, и от других не слушай клеветы. О, а то уши развесят, как слоны. Ой, он сказал, и скорее. Никого никогда ни в чем не осуждай. И от других не слушай осуждения или сплетни. Тебе неприятно, когда разглашают о твоих недостатках и пороках. Не разглашай же и ты о недостатках и пороках ближнего. О, а тут тебя обвиняли очень сильно в интернете, когда ты брал интервью у Василия Николаевича. Там такой интимный вопрос и то другое. Ну, может, ты и прав. Но, однако, вот так бывает. Можно было и без этого. Я же тебе не враг, дорогой мой. Пороки надо вскрывать. Других перед всеми обличать, чтобы руки боялись. Боже, правильно. Сразу пятерых собак натравить на него. Дай мой, одной достаточно. Ну, ладно, поехали. Игнатий Тихонович, а как же Езекииля 3.18 не обличать? Получается, никому ничего не говорить? А другое, человека рядом нету распространять. Вы что так неправильно считаете-то? Распространять. Говорить не о чем. А ты скажи, вот этот человек такой-то, и мало он знает. А посмотри, какая у него ревность. Как он старается всем сказать и прочее. А он, Евангелие, старается проповедовать, радостную вещь, благовестие нести. Ну, о ком это я говорю, непонятно. Поехали. Тебе неприятно, когда с тобой обходятся грубо и чем-нибудь оскорбляют тебя. Обходи же со всяким человеком ласково, особенно берегись употреблять словобранные и оскорбительные. А вот так. Если же от грубого с тобой обращения к ближнему придется тебе рассердиться, не говори ничего, пока не пройдет гнев твой. А тут два варианта. Молчишь, значит, так и есть. А начал говорить, ты не смог терпеть. Это, брат, куда, говорит, не кинь эту, говорит, орешину, ты везде шипы кверху. Тебе приятно, когда тебе помогают в нуждах твоих. Старайся же и ты, сколько и как можешь помогать ближним и во всех их нуждах. Особенно помогай родным твоим и ближним, а также больным и увечным. Оказывай помощь всем ближним, живым, не лишай своей помощи и умерших. Молись за всех умерших, чаще поминай их и подавай для их спасения возможную милостыню. Им можем оказать помощь только мы, живые. Тоже спорный вопрос. Как мы им поможем, когда уже участь определена? Всякому ближнему твоему, как и самому себе, содействуй, чтобы он получил твердую веру в Господа Бога, получил верное познание его, приобрел любовь к нему. Ревностное старание об исполнении его заповедей и таким образом непрестанно созревал для вечного блаженства. Это духовная нужда, без всякого сравнения, важнее всех нужд телесных. Ни в какой возможной телесной, особенно духовной помощи, не отказывая людям порочным, иноземным, иноплеменным, иноверным, еретикам, безбожникам и врагам. Ибо все они, люди, все созданы Богом и с бессмертной душой по образу и подобию Божию. Все искуплены бесценную кровью Спасителя, заповедавшего любить и врагов наших. Ну вот, тут тоже вот про ролик с садомитом ноги. Да я бы там на второй минуте бы его уже бы отключил бы и пошел он. Я бы его расстрелял, я бы его, вот такие вот слова. Ну вот. А он вчера, Игнать Тихоновичу, опять этот садомит попался. Тот его доживал уже вчера, видать. Потом опять умень попадется. Так глядишь и выйдет на путь покаяния. Ну а почему? Потому, почему все по образу Божию созданы. То есть, искуплены бесценную кровью Спасителя, заповедавшего любить и врагов наших. Как вести себя в обыкновенных положениях жизни? В. Положения, в каких находятся люди в настоящей жизни, многоразличны. Видим людей счастливых и несчастных, богатых и бедных. Видим, что одних хвалят, а других порицают. Часто люди заболевают, еще чаще бывают окружены худыми примерами. Как вести себя в счастье? Когда ты счастлив, все идет в жизни твоей по твоему желанию. Тогда от всей души благодари за все Господа Бога. И крайне берегись оставаться неблагодарным Ему. Пользуясь земным благосостоянием, не привязывайся к Нему сердцем. Твое сердце вполне должно быть привязано только ко Господу Богу. Никогда не забывай Его слов. Дождь ми, сыне, твое сердце. Притча 23-26 Чтобы тебе удобнее сберечься от любви к радостям и утешениям твоего земного благосостояния, поступай, как поступали святые, пользуясь земными благами. Они непрестанно вспоминали и воздыхали о благах небесных. Когда чувствуешь, что, пользуясь земным благосостоянием, несколько забываешься, то всей душой молись Господу Богу, чтобы Он благоволил крепче привязать к себе твое сердце. Как вести себя в несчастье? Когда постигнет тебя какое-нибудь несчастье, никогда не предавайся неумеренной скорби, страху, ропоту и отчаянию. Всякое из земных бедствий, премудрые всеблаги Владыка посылает нам к нашей пользе. Напротив, когда постигает тебя несчастье, и ты чувствуешь себя в чем-нибудь виновным, то представь себе Господа Иисуса Христа на кресте, пострадавшего за тебя несравненно больше, чем ты можешь страдать, пострадавшего совершенно невинно, без малейшего ропота и неудовольствия, и убедись, что ты заслужил гораздо большее несчастье. После всего можешь ли роптать при твоем несчастье? Если же при постигшем тебя несчастье чувствуешь себя невинным, то всем сердцем благодари Господа Бога, что Он этим несчастьем желает сохранять тебя от чего-либо гибельного для спасения души твоей. Ибо постоянная радость делает душу легкомысленную, надменную и непостоянную. При всегдашнем счастье мы всегда удобно предаемся тщеславию, гордости, роскоши, сладострастью. Так поступай, откуда бы ни приходили твои несчастья. Помни, что без Божьей воли или без Божьего попущения нигде ничего с нами не случается. Даже волос с головы нашей не падает без воли Отца Небесного. Говори, Тебе, Господи, ведомо, что для меня полезно. Сотвори же со мною по воле Твоей. Вот на сегодня пока хватит. Заметь, где закончили. Хорошее место. Вот ответ, Наталья. Слава Тебе, Господи, слава. Ну, еще что сказать. Вчера мы ходили, Сергей Павлович меня возил, там по музею где, и которые там помогать могут, а там Татьяна и Тамара. Вот их помяните в молитвах, чтобы они до конца были расположены и как-то поступили с нами так. Какую-то бумагу дали бы. Официально там могут не регистрировать нас, но чтобы о лагере, то есть о музее теперь, строение, все. Вот дали знать другим. Так-то еще, если никто не знает-то, степи, да кто приедет. А люди будут приезжать, учиться. По крайней мере, замысел такой заложен. Ну, все, отдыхайте. Спаси Христос, с Богом! С Богом!